знаете я меня короче провоцируют в последнее время особенно после тех роликов про кемерово про путина я уже наснимала я уже наснимала кучу роликов ответных скорее всего их выкладывать не буду вот написывают написывают не имется людям могут только девушки написывать высказывать свое мнение тоже могут только девушки идти путину вы скажи короче я просто так села и подумала что не хочу превращать свой канал политически это бессмысленно принять эти перепалки наши с вами будут очень долго и нудно я могу этим тоже долго и нудно заниматься но не хочу в это все во первых вмешиваться потому что я не соображаю в политике и вы тоже в ней не соображаете поэтому люди которые не соображают в чем-либо зачем вообще лезть в это все это во первых во вторых я не хочу превращать свой канал в политический я опять же не соображаю в политике о чем я могу говорить я высказываю свое мнение я при нем и останусь зачем пытаются какие-то людишки меня переубедить я не понимаю ну выгодно им так они себя так королями ощущают пожалуйста мне пофигу пусть пишут написывают хоть до усрачки я теперь никому не отвечаю и впредь просто извините меня хватит женщинам писать иди мужику что-то доказывает конкретно ну вот задолбали уже честно то угрозы мне какие-то пишут то еще что нибудь а вот ты знаешь да ты знаешь да пошли вы ты знаешь ты знаете так путину доказывает вот честно уже поперек горло это состоит и понимаете ладно если я не знаю я там что-то высказала такое понимаете действительно сказала бы вы все дебилы и необоснованно бы это сказала я обосновала свое мнение и свои оскорбления я тоже обосновала потому что нормальные люди не будут мыслить как дебилы короче просто недавно говорила о переменах на канале о всяком таком но я не имела ввиду что я буду вот снимать что-то подобное нет я хочу снимать нормальные ролики те которые мне нравятся в первую очередь а меня знаете начинает гложить то что я выкладываю что-то про политику даже пусть это мое мнение меня гложет это не потому что кто там что скажет я боюсь боюсь что мне будут написать нет и этого не боюсь я могу отстоять свое мнение по по любому из поводов это вы можете только тяпкать а я лично отстаю свое мнение но я не хочу этим заниматься всю свою жизнь потому что видео за видео вот я уже сняла три ролика ответных если я их выложу то не остановится на этом дальше и дальше мне будут написывать и провоцировать меня и будут тысячи вопросов задавать вот сегодня даже чувак не писал 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 я ему пару слов я не хотела сначала отвечать но потом думаю ладно пару слов напишу как бы и все на этом . нет он начинает и начинает а вот раньше там было то то раньше было это время блять было другое каким дебилом нужно быть чтобы не понимать что раньше колбаса была дешевле сейчас другие цены он не там про зарплаты типа раньше вот зарплаты были хоть и ссср но зарплаты блять были такие-то а цены блять были какие как бы соотношение всегда было такое что цены выше чем зарплаты всегда блять ну вот каким все меня опять начинает нести я не хочу просто снимать вот эти вот никому не нужны ролики абсолютно но посмотрят меня там ну пусть тысяча я не знаю просмотров будет на этот ролик во первых это максимально во вторых это все понимаете смотрят люди которым нужен вот этот драйв нужно ах она сука такая сказала там чё-то да ты чё там вот этой давай мне предъявлять претензии а сами по сути ноль без палочки никто я уже говорил о том что никто не пытается посмотреть на себя какой он долбоеб просто посмотреть реально какую-то колбасу жрешка какие-то вещи покупаешь по каким ценам где ты живешь что ты одеваешь как бы извините меня от этого зависит ваше мнение а а у меня допустим вообще как бы раздрай какой-то как как может быть мнение человека плохое о правительстве если ты живешь шоколаде вообще должен об этом не думать у тебя должны быть другие заботы у тебя куча бизнеса там я не знаю жизнь шикарная все в таком духе короче я не живу шикарно и тем не менее и не жила никогда шикарная тем не менее никогда блять на правительство не сетовала и никогда не говорила о том что оно плохое они там грабят а я тут блять жрать мне нечего да все насрать есть тебе жрать что-то или нечего даже цари при царях были люди голодные всегда что за бред вы несете вы хотите просто счастье вы хотите величия вы хотите чтобы блять народу поклонялось правительство но не будет блять никогда этого зарубите себе на носу сука если вы противоречите этому то вы тупые вот и все потому что другого не дано считайте меня кем угодно но вот правда она есть правда и по-другому ну не было еще ни одного столетия вот если бы было хоть раз такое что где-то было по-другому то я бы может быть задумалась бы действительно ну да ну да ну возможно же ну может же быть такое правильно зачем все в наших руках но действительно все в наших руках нужно найти способ чтобы доносить как-то информацию до Путина чтобы он занимался чем-то а просто стоять там на митингах собирать кучу людей блять непонятных вообще кто о чем и как и как и что и не пойми чего ну вы собрались там и до свидания вас разогнали все как бы на этом вы нормально научитесь решать дипломатические дела какие-то вопросы а вы как стадо баранов блять выходите украина уже один раз ну как бы показала ну что из этого выливается там тоже правительство было не угодно людям там тоже народ пытался блять жить охуенно живут теперь охуенно слушайте это просто бич какой-то честно я могу долго и нудно на эту тему разговаривать я на своей шкуре испытала вот этот дебилизм людской поэтому здесь не буду терпеть этого хотите что-то делать хотите что-то менять делайте что-то для этого не нужно ляпать языком а вы ляпайте только языком вы считаете что путин что-то должен делать не вы считаете народ главнее почему это правительство не слушает народ раз народ главнее делайте что-то какого хера вы сидите ничего не делать ой ладно ролик не об этом ролик о том что я когда говорила про перемены я не имела ввиду что эти перемены будут именно такими я могу много и часто поливать дерьмом всех потому что вызывают люди у меня вот такие эмоции я не могу ничего с собой поделать потому что если человек нормальный то он сидит блять тихо мирно работает себе и никого блять вообще не трогает и его никто не трогает но те кому блять хуева живется но тем не менее они говорят что они в шоколаде блять и там у меня как то вообще в голове не укладывается чё ты тогда о рот открываешь из у тебя жизнь в шоколаде как бы те у кого в шоколаде в априори вообще должны сидеть и молчать и не рыпаться потому что если они рыпнуться то все начнут сразу, ааа, откуда у тебя это, откуда это, все сразу начнут докапываться, поэтому все это, знаете, вот это пишут мне только, типа, а наш проверить не может, как бы, а кто я, а шо я, да и мне насрать, честно, вот кто вы и что вы, я лично никому не лезу и никому не доказываю, что вот так должно быть, вот так, я говорю свое мнение, кому оно не нравится, я вообще не понимаю, что вы тогда делаете на этом канале, я за Путина, я уже давным-давно говорила, я за стабильность, да, я за то, чтобы что-то делали, но Путин, значит, чем-то другим занимается, понимаете, он во что-то другое вкладывает в стране, и страна, по крайней мере, держится на плаву. Извините меня, каждому Путин не может прийти, что-то сделать, вот тебе там денег дать, тебе работу там, еще что-то, пенсии повысить там или еще что-то, он не может этого сделать, потому что, во-первых, вы сядете на голову, во-вторых, просто, понимаете, тогда кто будет заниматься остальными делами, пока он делает что-то для каждой единицы из нас, что, кто вообще будет заниматься остальными делами, которые держат страну на плаву, кто этим будет заниматься? Никто, соответственно, как бы извините меня, имеем то, что имеем. Я лично благодарна этому человеку за то, что, по крайней мере, страна на плаву. Да, нужно было бы вкладываться в медицину, может быть, что-то с пенсиями подумать, но опять же, их никто не поднимет. И как бы, извините меня, опять же, пенсии, пенсии, я вам объясню за пенсии. У меня на Донбассе пенсию получают родители, бабушки, дедушки, неважно, там минималка, вернее, не минималка, а максималка, по-моему. Три тысячи, три тысячи рублей при ценах, которые у нас здесь. Задумайтесь. Здесь не работающий даже нигде человек, не имеющий стажа, а минималка у него, по-моему, семь или максималка семь. Неважно. Семь и три. Вы ощущаете эту разницу? А цены одинаковые, что здесь, что на Донбассе. Извините меня, как бы ху ли вы жалуетесь? Ху ли вы жалуетесь? Я к тому, что это последнее видео на эту тему, на тему Путина, политики и всего остального. Почему? Потому что я все сказала. Я сказала все в прошлом ролике, не доходит только до дебилов. Мне написали сегодня, что я якобы оскорбила людей, дебилами назвала, но ты же следующие слова написал мне, и я понимаю, что ты дебил. Поэтому извините меня, если до вас не доходит то, что я говорю, то дело в вас, но не во мне никак. Если я понимаю все, что вы говорите, я понимаю, из-за чего вы это говорите. Из-за недостатка ума, из-за недостатка совести какой-то, из-за того, что вы обнаглели все, зажрались, из-за того, что вам не с чем сравнить просто. Вот, вам не с чем сравнить. Я понимаю, почему вы это говорите, но вы меня понять не можете. Я лично увидела, как может быть по-другому, и я не хочу это снова в этой стране. Потому что не то, что мне бежать некуда, а я бы хотела здесь остаться и жить при этом правителе. Не выбирать кого-то, знаете, шило на мыло менять. Давайте выберем здесь тоже Порошенко, который будет там, я не знаю, править. Отныне просто этот канал для настроения и для общения. Не для общения на политические темы, на темы религии. Мне есть что по этому поводу сказать, но нет смысла. Потому что у каждого своя правда, понимаете. И убеждать кого-то в чем-то, это уже из разряда навязывать свое мнение, свое мировоззрение. А это у нас считается в некоторых стадиях преступлением. Чтобы этого не было, я просто хочу поставить точку на этом. И сказать, что если есть какие-то вопросы насущные по темам роликов, нормальных роликов, не тех, которые касаются политики и всего того, чего я перечислила. Рассуждать на тему политики и религии, допустим, со мной, с человеком, который в политике не соображает и не религиозен, это как-то уж тупо, мне кажется. Ну, как бы вы не видите здесь. Также я не собираюсь общаться с теми людьми, которые тоже в политике ни грамма не шарят, они просто выскочки выкрикивающие. И также про религию. У каждого есть свой опыт, кто где нахлебался, чего он повидал. И мне будут втирать, что я там Богу верю, Он мне помог там избавиться, блядь, от какой-нибудь херни. Пожалуйста, это ваша жизнь, это у вас так, у меня по-другому. Мне нужно будет, я к Богу сама приду. Когда к этому придёт время? Сейчас я лично верю в душе Бога, и мне хватает то, что я с Ним общаюсь вот так. Мне не нужно ходить в какие-то отведённые места, мне не нужно ставить свечки, всё остальное. Я общаюсь так. И никто никогда не говорил, что общение с Богом – это только в каких-то отведённых местах. С Ним можно общаться где угодно, а всё остальное, я считаю, на показуху и для отмытки бабла. Всё. Точка. Опять же, на этом мы ставим точку. Вот, точка насчёт политики и насчёт религии. Всё. Вы услышали моё мнение, вы покрутили у виска, что я дура, тупая, кончена. Окей. Вы для меня такие же. Поэтому, как бы, если вы такой же человек, как я, и мировоззрение у вас такое же, и вам нравятся ролики, которые я снимаю, другие, на другие темы, то welcome. Я всегда рада таким людям. Но если вам нужен раздрай, пожалуйста, есть остальные каналы, которые снимают на политические темы. У них каналы именно посвящены этому. Поэтому, ну, вам никак не сюда. В общем, да. Я хотела просто подвести итог, потому что мне пишут в последнее время, меня задолбали просто, жизни не дают, просто спокойствия нет никакого. Писать мне, добавляться в друзья пытаться, для того, чтобы просто написать мне очередную хуйню какую-то. Я считаю это маразматичным. Мало того, что девушке что-то где-то доказывать, не потому что там девушки тупые, нет. А потому что просто иди мужику доказывай, иди с ним поспорь там, иди ему поугрожай. Вот что я считаю. А девушке писать о том, что ты дура, тупорылая, я тебя там вертел и все остальное, ну, знаете, как бы, зная, что девушка вам ответить ничем таким не сможет. Хотя я могу так же ответить, но мужику что, мужика это не страшит никак. Поэтому, знаете, вот эта безнаказанность тоже иногда бывает не в пользу. Короче, я уже высказала свое мнение, я, надеюсь, донесла мысль какую-то. Я думаю, может быть, и этот ролик не выложу нифига, потому что просто не хочется вот этого, знаете, выкладывать каждый раз какие-то мысли в пустоту, мысли ни о чем. Не пойми вообще зачем, и нужны ли они вообще кому-либо. Нужны людям только тем, которые пытаются что-то тебе противоречить, что-то тебе доказать, навязать. И вот ты не понимаешь, как мне один недавно там писал какую-то ахинею, блин, очередную про таксистов. Я, кстати, тоже про это сняла ролик, но не буду его выкладывать, потому что тоже не вижу в этом смысла. Доказывать мне, что такси это не такси сейчас, а я говорю, ну, значит, бомбилы. Нет, при чем здесь бомбилы? Ну, блядь, если это не такси, если таксисты сейчас работают сами на себя, то что это? Это бомбилы, блядь, это логично. И объяснять мне то, что они никому ничем не обязаны, типа сервиса. Никакого сервиса не должно быть. Я сказала лишь только то, что они должны выполнять свою работу. А это значит, я хочу, чтобы меня довезли и мне не ебали мозг по поводу того, что выйдите здесь, я вас туда не повезу по тому адресу, или вам обязательно туда ехать. Либо курят, блин, в салоне, либо воняет там в салоне, либо машина раздолбанная, либо еще что-нибудь. Я считаю это сервисом, чтобы все было более-менее нормально. Мне не нужно открывать двери, как этот еблан написал. Мне не нужно там, я не знаю, жопу мою за поворотами заносить. Обычные стандартные функции. Это ты сел, доехал и ушел. Все, чтобы тебе не насрали в душу, чтобы тебе ничего не высказали. Я много роликов снимала по поводу того, как меня довозили таксисты, проблемы с таксистами. Я все озвучивала, что мне не нравится, как они себя ведут. Я понимаю, это их машины, это их, можно сказать, территория. Но извините меня, ты, когда заступил на работу, это уже не твоя территория. Это уже общая территория. Это уже как общественный такой транспорт. Тебя могут вызвать в любую минуту. Знаете, я в том ролике, который снимала, сказала о том, что у меня подружка работает парикмахером. И здесь, также я знакома с парикмахерами, которые арендуют, будучи в салоне, в котором они работали, они просто работают на аренду. Допустим, она работала до этого обычным работником, которому платят зарплату. А теперь она арендует вот эту точку, вот это само место, за которым она работала. Соответственно, она раз в месяц платит очередную ставку какую-то, ну стандартную, да, которую они установили с хозяином. То же самое про такси мне этот чувак говорил. Я понимаю это все, я не тупая. Дело в том, что девушка парикмахера арендует эту точку, и в ней чисто соблюдается все, все как положено, как и было до этого. Потому что это закон салона, чтобы было чисто, чтобы было вежливо, и соответственно, там ты уже занимайся как хочешь. Ты стрижешь, клиенты также должны оставаться довольны, потому что ты, сука, лицо этого салона. То же самое здесь. Не важно, хоть ты на три компании такси работаешь, хоть на десять, ты, когда заступаешь на рабочее место, будь добр, нормально себя веди. Будь добр, не кури, допустим. Можно выйти на улицу покурить, сесть в машину. Как бы можно себе немножко ущемить, потому что иногда бывают люди садятся в такси и просто рыгать охота. А то, что там невозможно ехать. И не потому что пьяные, а потому что вот просто не переносят, блядь, этот запах. Ну, всем насрать, понимаете. Мне этот человек написал, что он что хочет, то и делает. Ты, типа, за три копейки вызываешь такси, как бы и хочешь сервиса. Да какого, блядь, сервиса? И что сказала мне дверь открывать, подъезжать, я не знаю, там куда-то, заезжать на пятый этаж ко мне или что? Я сказала о обычных нормальных вещах. Сейчас запрещается даже в общественном транспорте курить. Хотя некоторые маршрутники со своими маршрутками работают. Сука, ты мне что лепишь? Вот поэтому я и не хочу выкладывать эти ролики, которые я наснимала. Потому что я там очень много всего наговорила. Может быть, даже хуже, чем было в ролике о Путин виноват. И я не хочу их выкладывать. Вот просто, понимаете, это... Я не треплю себе нервы. Когда я вот так вот высказываюсь, это я не треплю нервы. Я такой человек. Вот ярлык этот долбаный. Я такой человек. Я вспыльчивый человек. Я, если вижу несправедливость, тупизну какую-то, я вот так вот буду изъясняться. Я могу ее обозвать в пылу. Понимаете? Поэтому, чтобы этого всего не было, хотя в этом ролике это было, но по минимуму, я просто не буду выкладывать эти ролики. И впредь просто либо комментарии, в которых мы это все обсуждаем, либо, если я вижу, человек не понимает, даже на комментарии не надейтесь, потому что, ну, мозгов наберитесь тогда. Зачем мне писать тысячу сообщений, когда ты ни на один мой вопрос не ответил? Вот просто ни на один. Я слово, он слово. Я слово, он слово. Мы так не приходим ни к чему. Мы не находим общую какую-то, я не знаю, нить событий, нить какого-то, я не знаю, правосудия. Да, да, мы не находим ничего. Просто каждый остается при своем мнении, но каждый просто, вот, блядь, пиздит на друг друга. Все, все, смысл этого всего не вижу. Вот поэтому и вы не увидите этих роликов, которые я наснимала, потому что меня прям распирало, и я вот просто наговорила много всего. И сейчас тоже вот сижу уже, ролик, я не знаю, на 30 минут, наверное. Кучу всего придется вырезать. Я хочу в дальнейшем просто что-то о городе снимать, какие-то места, может быть, что-то где-то вы будете подсказывать, где, куда сходить. Можно вместе куда-то сходить. У кого-то будет какое-то время там, куда-то, где-то, какое-то место, вы знаете, не пожирать и посидеть в заведении. Я как бы не девушка по вызову. Я имею в виду по поводу каких-нибудь просто видов красивых, природы, я не знаю, и всего остального. Я, конечно, с мужчинами вряд ли буду встречаться, сразу скажу. Но вот девушки, если знают какие-то места и могут что-то... Может быть, даже просто вы в комментариях подскажете, куда сходить, что, где, как посмотреть. Я в любом случае, ну, буду рада однозначно. Всё. Ладно. Всем пока. Желаю всем удачи и терпения. Да. Всем пока. Скоро увидимся.